Оскар в мире театралов. Традиционно в последний понедельник марта подводят итоги областного конкурса «Самарская театральная муза». Он проходит уже в 25-й раз. Подводить итоги такого проблемного года еще сложнее. Была бы моя воля, я бы всем 15 театрам дал лауреатство. По положению конкурса каждый театр может выдвинуть не более двух спектаклей, выпущенных в данном случае в 2020 году. В этом году профессиональное жюри оценивало работу артистов в 20 номинациях. Я новичок в жюри. Сложность была просто попасть на все спектакли, потому что технически вечерами мы играем все в одно и то же время. И посмотреть все спектакли, вот это, наверное, самая большая сложность была. Лучшими в номинации «Работа солистки балета» стали сразу две примы Самарского академического театра оперы и балета – Ксения Овчинникова и Марина Накальзима. Награду лауреатам вручила глава города Елена Лапушкина. Друзья, спасибо огромное за ту радость, за те эмоции, которые вы даете своим зрителям. Год был нетипичный для театров, для работников культуры. И, конечно, вы скучали по своим зрителям, и, конечно, зрители скучали по вам не меньше. Но этот год все-таки не прошел зря. Мы многому с вами научились и приобрели бесценный опыт. Это, конечно, очень приятно. Вообще, вот эта наша Самарская театральная муза – это настолько всегда трепетные ожидания, кто же, кто же победит. Очень приятно, когда такую награду вручает глава города. Это гордость сразу же для меня, конечно. Для меня это вторая муза. Первый раз с 2018 года у меня лучшие роли второго плана. Вот, а это вот и первые планы, поэтому очень приятно. Лучшую солистку оперы Анастасию Лапу из Академического театра оперы и балета чествовала министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш. О лучших исполнителей мужской роли в драматическом театре Игоря Рудакова из Самарта и Сергея Познякова из театра студии «Грань» объявила главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Вот у нас в обозначении муза она одна, но я знаю, что к каждому из вас она приходит разная. И хотел бы напомнить, что наша самарская сцена, она подарила нашему российскому театру просто созвездие гениальных актеров. А наш космически прекрасный граф и лафер «Всея Руси», что говорила о нашей замечательной самарской сцене, что в самарской драме он встретил вполне столичный театр. Сама же церемония скорее напоминала творческий вечер старых друзей. И хотя заполняемость зала, согласно нормам Роспотребнадзора, еще не полная, лейтмотивом стала радость долгожданной встречи и вновь оживший театр. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События.